Появился мужичок экзотической внешности. Ножиков садился в свою машину Нива. Без сопровождения. Он подвозил людей, которые в зимнее время стояли на остановках. Мерзли. Непобедимый образ Ножика. Верните ножиковские надплавки. Я смог даже купить себе первый свой автомобиль. Он смог подстоять автономию Иркутской энергии. Этого не забыли. Мы же великого Чубайса победили. Разве может великий Чубайс простить это? Ребята, нельзя нас грабить. Вы считаете, что если поднимут тарифы в Иркутской области, это гибель для губернатора? Это труба губернатора. Любому. Но в Лондоне катался на яхтах. Что-то я не помню, когда он в Лондон ездил. Катался. Почему он ушел? Он никому об этом не сказал. Ему поставили диагноз онкологическое заболевание. Я думаю, он был глубоко несчастным человеком. Дай бог, чтобы было больше таких неудачников. Он добился извинений от Ельцина. Ездил на обычной Ниве и ругал высокие цены на рынке. Самые обычные, самые простые. Так его запомнили современники. Сегодня исполнилось 10 лет со дня смерти первого всенародно избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова. Но в чем заключалась его народность? Или это все большая красивая легенда? И самое главное, нужен ли такой политик сегодня? Мы решили это выяснить. Поговорить с его коллегами, близкими людьми и даже оппонентами. И понять, почему память о Ножикове сильна даже сегодня. Я коммунист. Но я считаю, что руководящая роль партии определяется не декларацией о ее руководящей роли, а конкретными делами. Так, товарищи, поступило одно предложение. Это выдвинуть кандидатом в народные депутаты РСВСР от коллектива «Новый Иркутский ТЭЦ» товарища Юрия Абрамовича Ножикова. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Когда вы познакомились с Ножиком? При каких обстоятельствах? И какое у вас было первое впечатление? В 1987 год я работаю прокурором Братска. Раздается звонок. И слышу, это начальник Братска строя Юрий Абрамович Ножиков. Не могли бы вы, Юрий Геннадьевич, подъехать ко мне? Приезжаю, значит, за столом сидит человек. Я его видел первый раз. На столе перед ним лежит огромное количество литературы. Я вас попросил приехать для чего? Это идет в третий год перестройки. Вот я проанализировал резолюцию 19-й партийной конференции делегатом, который он был. Я внимательно читаю закон о предприятии, закон о кооперативах. И мои выводы таковы. Первое. Как только начнутся альтернативные выборы, руководители КПСС потеряют лидерские качества. Значит, придет новая элита. Второе. Государственная собственность будет либо ликвидирована, либо существенно уменьшена. Родится новая плеяда и хозяйственников, и новая плеяда политических руководителей. Будет разрушен Советский Союз, будет ликвидирован Варшавский договор, будет ликвидирован Совет экономической взаимопомощи. Это приведет к гигантским изменениям всего глобального мира, потому что наше присутствие в Америке, в Африке, в Азии уменьшится до минимума и так далее. Я был поражен в глубине этого анализа. И смелости, и масштабности выводов, которые он делает. Мы на строительстве познакомились, стали встречаться. И там я увидел Ножикова и очень зауважал за его профессионализм, за его... Как строителя, да? Как строителя. За его, вы знаете, такую прямолинейность, умение оценить ситуацию и об этом прямо сказать. Я его заметил как человека, который желает занять должность председателя облсполкома в конкурентной борьбе с Сумароком, Ильей Алексеевич. Да. Он уже тогда выделялся на фоне других руководителей? Можно ли сказать, что он один из немногих или нет? Я бы тогда не заметил, вот не сказал бы, но когда уже стал он руководителем Братской строительной, тогда это было заметно, это было и в средствах массовой информации. И мы все гордились, что сделано в Братске. Появился мужичок из Братска, вот, экзотической внешности такой, и вообще поведение самой физианагмистики, и, так сказать, порывистый такой. Для меня его деятельность предыдущая была непонятна и не близка. Поэтому это все вызывало интерес определенный. А непосредственно с ними встречались где-то мы в конце 89-го года, примерно это был ноябрь, обсуждался вопрос создания юридической газеты. Он как руководитель областполкового тогда? Он был руководитель областполкового, мы были молодые преподаватели. Но он был очень строг, он сразу же нам сказал, идея ваша хорошая, но давайте приземлимся. С мета, сколько это стоит, быстро, как хороший такой прораб приземлил нас. У него удивительным образом сочетались и дополняли друг друга такие качества, как политик, как дипломат и в то же время технократ. Он был достаточно жестким человеком. С инженерной точностью подходил до формулировки задач, проблем, пути их разрешения. В то же время он был человеком очень тактичным, человечным. Я увидел его первый раз на заседании Бюро областного комитета партии. Обсуждался какой-то вопрос. Как всегда, единогласное голосование, кто за, кто против, встает ножиков. И говорит, товарищи, а почему мы такое решение принимаем? В зале полная тишина, человек на 100 сидит, члены бюро с зав. отделами, руководители федеральных всяких разных структур. И все понять не могут, он что делает-то? Решение уже заранее подготовлено, решение принято. Он задает какие-то вопросы и собирается голосовать против. Моя точка зрения не всегда совпадает с точкой зрения как партийного комитета, так и аппарата исполкома. Я первый раз приехал на одно из совещаний, будучи председателем исполкома. После того, как меня избрали, ножиков проводил совещание. Я как молодой, буйный, я сразу встал и начал шашкой махать без остановки. Ну, ножиков сказал, ну все, присаживайтесь, все, все понял. А дальше, как в 17 мгновениях весны, когда все начали выходить, а ножик говорит, а вы, молодой человек, останьтесь. Он говорит, ну все, пора шашку спрятать в ножны. Есть вопросы, которые необходимо обсуждать с заместителями сначала. И ты решай. Но если они уже что-то не решили, да, приходи ко мне, будем разговаривать. Митинги устраивать на совещаниях, где идет совершенно нормальная деловая беседа, не нужно. 21 августа 1991 года в здании, в зале политеха я присутствовал на первом в истории выступлении Бориса Гребенщикова с музыкантами в городе Иркутске. Происходил пуч, так называемый, ГКЧП. И вот прямо в разгар Гребенщиковского концерта Борис Борисовича останавливают там между песнями, выпускают на сцену Юрия Абрамовича Ножикова, который говорит, никуда идти не надо, значит, все нормально, ГКЧП-сты арестованы. Но это вот такое знаменитое выступление с дуэтом Бориса Гребенщикова, группы «Аквариума» и Юрия Абрамовича Ножикова Иркутской области. Можно ли поставить знак «равно» в следующем списке? Собчак, Немцов, Ножиков. Это популисты, это яркие люди. Яркие популисты. Они все, выделяясь визуально, Собчак пиджаком, Ножиков прической, Немцов свои хоризмы. Не пристраиваются. Не пристраиваются. Почему? Знаете почему? Я вот тех вот сейчас Немцова, я же и помощника знаю, и мэра знаю, и все. Это вот люди, вот тут я могу смело сказать, что это популисты, серьезные популисты. А все-таки Юрий Абрамович не в этой категории. Не в этой категории. Но он какой, категории ниже, выше? Я думаю, повыше деловых людей ставить цель добиваться. Что касается Собчака. Профессор. Тот вот так вот все время летал в облаках, начали там в обвинениях друг с другом. Мне лично довелось с ним беседовать. Я говорю, что вы тянете-то? Фактов нет. Да мы там докажем. Да-да-да-да. Юрий Абрамович все-таки человек производственник. Он дитя своего времени, достаточно аккуратный, осторожный, среднестатистический. Сейчас принято делать из него яркую звезду, икону стиля, так сказать. И это не так. Он был достаточно умелым бюрократом для того, чтобы вообще, ну, так сказать, просочиться в эту должность второго лица в области. И закрепиться в ней. И трансформироваться потом в первое лицо уже, будучи губернатором. Для этого нужна определенная аппаратная и бюрократическая ловкость. И, конечно, у Юрия Абрамовича эти все качества были. Он перестроечный политик. Вот политик перестройки, который, как бы, принимал важные и ответственные решения на так называемом начальном этапе вот этих рыночных демократических реформ. Я убедительно просил бы мне тоже подтвердить эти требования, которые потребовало бы от федерального собрания правительства изменить тот курс, который не обеспечивает нормальную жизнь наших людей. Я бы ни в коем случае не сравнивал его с Ельциным, поскольку это как раз тот самый монархический советский стиль правления. Вот. Я бы не сравнивал его там с какими-то героями последующих времен. Он все-таки был плоть от плоти вот этого, вот этого, как бы, времени. В какой-то степени бунтарь, но бунтарь за справедливость, против, наверное, против какой-то обязательной системы, да, которая тогда существовала. Я думаю, что во многом благодаря вот этим решениям борьбы за справедливость он и снискал к себе уважение. Да, но можно ли сказать, что на то время он был самым сильным политиком, который был способен публично, к публичной политике, к выборам, к избираемости, к любви населения и так далее? Что он был самой сильной персоной, по сути, безальтернативной, вплоть до конца 90-х. Ну, так это показали все последующие годы, потому что, например, когда он пошел на первые выборы в качестве губернатора уже, да? 94-й годы. Мы искусственно искали конкурентов для того, чтобы выполнить требования законодательства о том, что должно быть не менее двух кандидатов. Вечером приехали, говорят, нужна альтернатива. Я никогда не стремился стать губернатором Иркутской области. И говорю, я работаю на месте. У меня есть коллектив, и он мне доверяет. Зачем тогда пошли на выборы? А потому что меня попросили вечером, а утром выборы. Все понимали, какой смысл, если будет участвовать Ножиков. Все знали, что это игра с известным результатом. И понимаете, на фоне того, как когорта героев переходного времени, она бронзовела на глазах, отдалялась от народа. На фоне этого всего совершенно выигрышно выглядел Ножиков, с которым этого не происходило. Спросить людей на улице, кого вы знаете из губернаторов, многие ответят Ножикова. И многие, когда мы скажем, дайте характеризацию Ножикова, они скажут народный губернатор. Почему он был народным губернатором? Да, мы, вот наш фонд, периодически заказываем разным социологическим службам, средствам информации, опросы по поводу рейтинга и так далее. Уровень его позитивного рейтинга, уровень его узнаваемости, популярности составляет всегда. Иногда это было 80%, но теперь, с учетом времени, все равно до настоящего времени не менее 50%. Сколько тогда проголосовало за Юрия Брача, по-моему, от рекорд не побит. Да, там за 87-то голосовало. Да, за 87-то. За 80, я точно это не помню, цифра, это 1994 год. Ножиков никогда не выигрывал протестные голосования. Да. Это были настоящие, персонально ориентированные, позитивные голосования. Ножиков никогда не выигрывал голосования в качестве человека, которого никто не знает, поэтому давайте за него проголосуем. Конечно, конечно. Потому что всех, кого мы знаем, мы ненавидим. Да. То есть это совершенно другая модель. Сейчас я везде наценка на мясо, отстоял рыночную цену 5 рублей. Только Ножиков, между прочим, ни Ковалев, ни Потапов. Почему он все-таки пошел на выборы губернаторов? Потому что сказал, когда я становлюсь избранным, я служу населению Иркутской области, и за мной есть поддержка. И я тогда с руководителями федеральных органов власти могу говорить так. Вы ответственны перед своими московскими начальниками. В отличие от вас я избран, и я отвечаю перед народом. Я думаю, что во всех предыдущих условиях вряд ли можно было творчески работать на этой работе. Сегодня, несмотря на ту огромную критику, которая идет, все-таки определенные условия создаются, и что-то удается сделать и делать. Давайте честно скажем, вот губернатор, значит, барин, какой-то вот менее доступен каждому простому человеку, невозможно. А Юрий Абрамович был очень прост, он и на рынке его могли встретить. Он с помощником приезжал на рынок и спрашивал, почему мясо у вас там, скажем, по 20 рублей, а не по 15. Я скажу, что на рынке и магазинах я, наверное, бываю больше, чем, ну, по крайней мере, не меньше, чем домохозяйки. И на рынке меня уже люди знают, вот в Иркутске подходят, за рука хватают, значит, высказывают все беды, которые у них есть. И в коллективы учительские приезжал, постоянно беседовал с людьми, разговаривал, был именно прост в общении, доступен. Без охраны? Без всякого. Многие на сегодняшний день даже жители, которые в то время работали, говорят, что они могли спокойно зайти к нему и вопросы и личного, и служебного характера решить. То есть он не принимал сразу решений каких-то быстрых, но как профессионал он их мог принять вот в сфере своей деятельности. Каждый прием по личным вопросам очень требует больших, я бы сказал, таких духовных сил, потому что люди приходят с очень, даже не просто больными, а болезненными вопросами. У него не было такого высокомерия, вот ты мэр, да, я губернатор, или ты наоборот, ты губернатор, а я президент, и все, тут надо, должны были все ползать. Поэтому вот у него приставка народная, он практически жил как совершенно простой человек в этом мире. А вот кто такой Ножиков? Летим все в самолете, тогда никаких бизнес-классов не было, но летим впереди, там, салоны, значит, и так далее. А Ножиков сидел рядом со мной, ну, в середине, рядом. Я, видимо, задремал, и вдруг чувствую какое-то дуновение ветра. Открываю глаза, Ножиков, видимо, захотел, ну, вот, извините, в туалет пройти, да, в конец самолета. И он, видя, что я сплю, он оперся, значит, руками окрел, перепрыгнул через меня, чтобы меня не будить. Вот вам маленький пример Ножикова. Это какие экскорты, какие мигалки. Тогда в сером доме никаких не было охран. Гражданин заходил и поднимался. Если Ножик у тебя заметил, он обязательно тебя в кабинет попросит. Так оно и случалось. Только надо было вот в кабинет просунуть голову. Если ты просунул, сразу дуба, заходи сюда. Для него было очень важно, чтобы донести до всех свою позицию. И вдруг в газете «Советская молодежь» выходит статья, с которой Ножиков был не согласен. И что? И что он делает? Он садится в свою НИУ, едет в редакцию газеты «Советская молодежь», собирает коллектив и два часа объясняет им, доказывает свою позицию по этому вопросу. С тем, чтобы в следующий раз газета «Советская молодежь» вышла с правильной позиции, которую он считал нужным. Ну, мог бы раньше себе или даже сегодня позволить себе, в общем-то, руководитель вот такого масштаба поехать в редакцию и сам доказывать, а не через кого-то, не наказать за это. У Юрия Абрамовича был всего один пресс-секретарь. Один. Но, тем не менее, каждый месяц, каждую неделю он выступал по телевидению, по радио, в газетах. И это не было, знаете, такой вот заранее отрепетированной пресс-конференцией. Это был прямой контакт с избирателями. Ножиков очень отрицательно относился к тем людям в своем окружении, которые даже были компетентными, профессиональными, но не выступали в средствах массовой информации. Он за этим следил. А вот знаю, что некоторые последующие губернаторы ревниво следили за тем, что вдруг кто-то пошел на телевидение из его замов, или выступил по радио, или дал интервью в газете. Но вы считаете, ваши подчиненные в правительстве Иркутской области, министры, первые лица, должны так же свободно общаться, как и вы со СМИ, со всеми? Обязательно. Или вы ревниво к этому относитесь? Не буду. Почему этот зам вышел на ТВ? Нет, я сказал, это наоборот очень хорошо, что они общаются, я смотрю в том формате, что мне может и не задать этот вопрос, и журналист, ну, может быть, стесняться, а подчиненным может. То есть вы ревнивости в этом нет? Нет, нет. Что только Кобзев больше не хватает? Слушайте, ну, я на всех, на меня на всех не хватит, только команда сможет решить вот те поставленные задачи, которые мы, в общем-то, формируем. Народ выходил на митинги, он шел открыто, он открыто говорил, вот почему народный, он не боялся встреч с людьми, и в то же время поддерживал, вот здесь же, в массе, что он за это. В свое время здесь вышли студенты на улице, на площадь Кирова, и, в общем-то, требования тоже были серьезные, и студентам тоже стипендию не платили, хотя она маленькая была, тоже тяжелая, непростая ситуация была. Вот, ему говорили, Юрий Иванович, не надо туда идти, к студентам, площадь, заварушки будут какие-то, кто-то там ОМОН, кто-то перестраховывался. Нет, он пошел. Шел я сзади, дошел до милиции, прошел через них, дальше пошел один со мной, никто не пошел. Может быть, и бить будут, всякое может случиться, но я иду. И вот дошел до середины, между студентами и ОМОНом, и вдруг студенты встречают меня аплодисментами, то есть они оценили. Я думаю, все, бить не будут. Павел, я знаете, что думаю по этому поводу, это человек с большой харизмой. В этот период думал о том, что только он может этот процесс урегулировать. А в той ситуации вообще бюджетники в каком положении были? Ну, мы были в очень сложном положении. Во-первых, в чем была сложность? Ну, пресловутые задержки заработной платы. Не всегда они выплачивались вовремя. Второе, получился очень большой разрыв между заработной платой в промышленности, на рождающихся кооперативах и в школе. Мы оказались, по сути дела, нищими учителя. И вот в это время была просто какая-то безысходность. Молодежь начала из школы уходить. А я прожил 90-е. Было время, когда очень негативно относились к военнослужащим. Было время, когда военнослужащие не получали по полгода зарплату. Было время, когда осуществлялся бартер. То есть, вместо того, чтобы тебе там какие-то положенные надбавки, тебе давали там консервы, мыло давали, водку давали. То есть вы сами были бюджетником, по сути. Ну да, я прошел через это. Поэтому, ну вы видите, многие мои коллеги, которые обучались в УЗИ, они ушли, сломались. Не знаю как. Нашли лучший путь. А вы почему не сломались? А я шел к этому, я же сказал. У меня были свои приоритеты. Я не буду уже ни влево, ни вправо. Я выбрал эту дорогу, я по ней иду. Что такое ножиковские надбавки? В каком объеме они были? И действительно ли они спасали ситуацию? Безусловно. Они касались работников образования, здравоохранения. Это надбавки из бюджета области. Вот это один из шагов, благодаря которым ее ножиков привлекал голоса избирателей и уважение всего населения. Вышло решение губернатора, уже тогда Юрий Абрамович был губернатором, о том, чтобы внести добавку к заработной плате в размере 50%. В этот период, 94-й год, я смог даже купить себе первый свой автомобиль в жизни. Это он сам придумал. Ну да, кризис. Да, было сложно, было трудно. Но он видел, что это нужно в обязательном порядке сделать, чтобы поддержать самые сложные, самые в материальном отношении неблагополучные слои населения. Откуда брали эти деньги? Они их не брали, просто вопрос приоритетов. Бюджет – это вопрос приоритетов. Если ты считаешь, что у тебя, допустим, поддержать на данный момент бюджетную сферу приоритет, ты при этом. Если ты считаешь приоритетом множество чиновников и повышать им зарплату, то тоже туда деньги найдутся. Но сейчас бюджетник все равно приоритет. Один из приоритетов. Да, в принципе, сегодня бюджетная сфера, она такая основополагающая, которая, в общем-то, формирует в будущем и выполнение других задач в рамках нацпроектов, в рамках развития инфраструктуры. Я держал в руках ножиковские надбавки ровно три минуты. За эти три минуты я с этой пачкой денег, ну тогда там были миллионы, инфляция. Я спустился с лестницы со второго этажа на первое. И вот почувствовал, что меня догоняет бухгалтерша. Она бежала и кричала, Сергей Федорович, верните ножиковские надбавки. Что случилось, спросил я. А выяснилось, что они поставили в документы, совместители ножиковские надбавки не получили. Сегодня на заседании исполкома решается вопрос, уступить ли ножиму из центра. Позиция Ножикова – не уступать. Возьмем даже эту историю с Иркутской энерго. Ножиков, который не один год проработал в системе Министерства энергетики, он хорошо понимал, каким последствиям негативным может привести бездумная приватизация Иркутской энерго. Это дальнейшее обнищание населения, удорожание продукции местных предприятий, рост стоимости услуг и товаров малого и среднего бизнеса, рост транспортных тарифов. И там предполагалось, что 60% капитала компании распределяется в соответствии с законом о приватизации. Это трудовой коллектив, топ-менеджмент, акцион. А 40% передаются в управление федеральному центру. Специально полетели в Минфин, в Госкомимущество, к сожалению, к нам не прислушались. Поэтому было принято такое решение – 20% передать федерации и 20% оставить в управлении собственностью. Он смог мобилизовать всех нас, чтобы подстоять автономию Иркутской энергии, чтобы мы не вошли в РАО и ЕС с Чубайса. Это достаточно было непросто сделать. И сегодняшний тариф, самый низкий в мире – это дело рук Юрия Абрамовича. Юрий Абрамович собрал своих заместителей, пригласил руководство законодательного собрания. Она сказала, что мы все предприятия не сможем удержать, если мы не удержим энергетику. Сделаем так, чтобы у нас было право устанавливать плату за электроэнергию. Для этого нужно, чтобы не был исполнен указ Ельцина об акционировании электроэнергетики. Его поддержало и законодательное собрание области, его поддержал трудовой коллектив Иркутская энергия. Потому что по этому указу предполагалось, что все хорошее – гидроэлектростанции, тепловые электростанции, забирает Москва под свое управление, а нам оставляют, образно говоря, кочегарки. У него поначалу было надо протестовать. Я ему говорю, Юрий Абрамович, вы протестуете, у вас президент снимет и все. Нам же результат нужен был. И мы договорились, что все-таки надо идти по правовому полю. Что президента обыграть на политическом поле невозможно. Он снял, да и все. На правовом поле сложнее. Ну, 5, может быть, я тогда говорил, 5%. Я ему говорю, Юрий Абрамович, надо идти в Конституционный суд. Победили, и, я так скажу, плоды этой победы Иркутская область пользуется до сих пор. Санкции центра не заставили себя долго ждать. Через некоторое время появился указ об освобождении. Да, в отставку. Его Ельцин отправил в отставку. Да. Который был через день или через два отменен. Этого не забыли. Этого не забыли. Вот, например, Владимир Григорьевич Дворниченко, который тогда возглавлял комитет по управлению имуществом и тоже играл ведущую роль в этих всех судебных процессах и в последующей приоризации. Его Ножиков трижды представлял к государственной награде. Ни один наградной лист, который Юрий Абрамович отправлял там на меня, он не прошел госковым имуществом и в конце мне цинично сказали, ты думаешь, мы забыли, как ты приватизировал Иркутская энергия? Можно я изъединюсь, что конкретизирую? Можно сказать, что после Ножиков мы потеряли Иркутскую энергию? В этот пакет чисто стратегически нельзя было залазить. Взяли, часть акций продали. Вторую раз залезли. Потом Федерация полностью этот пакет забрала. Нет, через решение Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации тогда полностью она забрала себе федеральную собственность. А вот если бы туда не залазили некоторые наши руководители, то... Но это уже приемники. Приговорение, вот, собственно говоря, пакет этот ушел полностью в Федерацию. Вот сейчас там Матиненко заговорил о повышении тарифов. Если это случится, то можно бежать сразу к губернатору отсюда из Иркутской области, пометуя то, что сделал, Ножиков смог, а не смог. Сейчас нельзя в Иркутской области... Вы считаете, что если поднимут тарифы в Иркутской области, это гибель для губернатора? Это труба губернатора. Любому. Тарифов мы не планируем повышать за исключением инфляционных процессов. Инфляция будет, да, на этот процент будет повышена. Все остальное должно оставаться так. Мы понимаем, что область заплатила очень многим, в том числе и территории. Сегодня тот каскад, как вы говорите, инфраструктуры, который был сделан в тот период, жители должны получать то, что у них отняли свое время. Я буду отстаивать интересы Иркутской области и иркутского населения. Для меня это является главным, для меня это является целью жизни. Дважды Борис Ельцин, тогда президент страны, пытался снять его с должности. Но благодаря поддержке команды Юрия Ножикова и жителей региона он отменял свое решение. Ну вот он очень ярко отстаивал, это там написано в его книге, позицию на федеральном центре. То есть он иногда противоречил федеральным чиновникам и в первую даже очередь Борису Николаевичу Ельцину. Это что? Это его стиль был? Общение? Это тоже элемент народности? Это элемент сепаратизма? Это элемент чего? То есть надо было ли себя так вести? Либо это все-таки выходило за грани публичного поведения на то время? Я абсолютно убежден, что вот такие люди, которые не находились где-то близко около него, да, и пользуются такой недостоверной информацией, иногда говорят, что это сепаратизм, сепаратизм. Это Москва постоянно распускает слухи. Это абсолютно ни на чем не основанное досужие разговоры, разговоры каких-то кумушек около политики. Возник по серьезному вопрос о введении заменителей денег даже. Хакасия даже успела их напечатать, да, в 91-м году осенью. Мы их не успели напечатать, но у нас тоже были такие проектировки, да, чтобы как-то на региональном уровне денежное обращение поддержать. Но все-таки вот это якобы противостояние, когда я защищаю интерес региона, но при этом показываю фигу Москве, это ли не популизм? Ну, во-первых, фигу Москве он никогда не показывал. Он постоянно обосновывал свои предложения, просьбы, требования тем, что иначе ситуация в Иркутской области, а это один из флагманов из всех территорий Российской Федерации в то время считался, будет ухудшаться. Мы вот говорим, ты говоришь одно, голосуешь по-другому. Ну как, вот даже вот за независимость России, за дополнительное право Ельцин, я вот тут с ним рассердился, мы даже долго, и он все-таки проголосовал за дополнение. Я говорю, что ты наделал? Разрушил, мы же кому даем власть в руки? Ты же понимаешь? Ну хулиган, ну пьяница и всем, ты что делаешь? И он мне, говорит, Фиктор Михайлович, я же по некоторым вопросам, знаешь, почему так голосую? Потому что за мной народ, он Иркутская область. Я должен, ведь я сейчас проголосовал на двух-трех вопросах, меня зацекли, и фиг мне вот с этим вопросом, этим, и область пострадает. А я должен и это, и это понимать. Так что ты меня понимаешь. Конечно, непозволительно сегодня ни одному губернатору взять и принять решение не перечислять налоги в центр, потому что у тебя население голодает. Он наверняка знал, что он поступает в нарушение федеральных всех законов, не перечисляя налоги. Но, наверное, он делал это для того, чтобы привлечь внимание к проблемам Иркутской области в частности. Его и освободили от должности, вы знаете, Юрий Абрамович. Юрий Абрамович приехал Ельцин, потом говорит, ладно, простим тебя, восстановим тебя. Но это очень тяжелое время, когда нужно возражать властям. А надо было возражать? Конечно, надо было. О том, что дела-то, если идут хуже, то почему мы должны сидеть и в ладоши хлопать? Против власти, говорят, трудно. Это против ветра. Вы ощущали на себе это давление федерального центра? Давления я особого не ощущал. После того революционного бунтарского действия с Иркутской энерго, которое мы с ножиком осуществили, можно было ждать других последствий. Готовились к худшему. Я даже из кабинета многие вещи вывез, и Юрий Абрамович там кое-что вывез, и книги он вывез. Что-то подсказывало, что наши аргументы сильные, серьезные, что верили в ценности правосудия. Но получилось так, что вышел суд, я там встаю, суд уйдет, встали, я встаю. И вот Зорькин зачитывает. Конституционный суд, вот эту преамбулу, постановил признать указ президента. Я вот думаю, вот буквально все остановилось, там секунды начали превращаться минуты в минуты в часы. Вот слов не скажет или скажет соответствует. И он говорит, не соответствующим. То есть по существу, и его отстранил Ельцин от власти-то за что? Потому что он сказал, ребята, нельзя нас грабить. Что вы нас грабите? Все туда надо переселять. Надо давать тем людям, которые живут здесь, работают здесь. Простите за вопрос, сейчас нас грабят? А как же не грабят? А вы знаете, сколько вы отдаете туда, а оттуда сколько получаете? Мы тогда с Юрием Абрамовичем как раз эту тему ставили перед Ельцином. Ну хорошо, вы не можете решить наши проблемы. Мы понимаем, что ситуация тяжелая. В общем-то, распад хозяйственных связей, государство и прочее. Но дайте нам возможности тогда. Дайте нам инструмент, чтобы мы порешали в регионе эти проблемы. Он высказал такую идею. Создать региональный банк ресурсов. Все предприятия Иркутской области, которые поставляли свою продукцию за рубеж, передали в Единый банк ресурсов Иркутской области, который находился под контролем уже не директоров предприятия, а под контролем областной администрации, под контролем губернатора, 10% своей продукции. Просто передали, не за деньги, а так просто отдали и все. Потому что Ножик сказал, вы заработаете на 90%, который уйдет за границу. А вот что будут получать? Пенсионеры, инвалиды, бюджетники и так далее. На что они будут жить? И мы за счет этого были осуществлены покупки. В принципе, Иркутская область, где-то начиная 91-й год, 92-й год, более безболезненно прошла этот период. Но сейчас, например, вы, если это будет не в интересах Иркутской области, готовы федеральному центру сказать «нет»? Слушайте, ну у нас есть много способов для того, чтобы сказать «нет». сейчас можно это и методом убеждений, и методом анализа, и методом цифр сказать, или предложить какие-то другие варианты. Опять это маневр, опять это, знаете… Политика. Ну, может быть, с какое-то время политика. Но политика в отношении жителей тут не должно быть. Тут должна быть четкая позиция. Да, да, нет, нет. Юрий Абрамович, знаете, есть все равно люди, которые говорят про образ Юрия Абрамовича, потому что он ездил на Ниве, у него была вот эта вот взъерошенная прическа, достаточно простые костюмы. И многие говорили, что это большая игра, он огромный актер, специально делает эту прическу утром и так далее. Вы работали с ним семь лет. Можете ли подтвердить, игра ли это, или это его сущность? Нет, это его сущность, безусловно. И он удивительным образом существовал в себе самые различные качества, которые в симбиозе создавали вот харизму, такой непобедимый образ Ножикова, который позволял ему достигать всех мыслимых целей и высот. С моей точки зрения элемент игры, конечно, присутствует. Ну, игра и монет на его, в общем, природе как личности, поэтому до какой степени это игра, до какой степени это сущностный момент, так сказать, это, конечно, всегда, как сказать, ситуативно. Можно оценивать, вот, в зависимости от эпизода, в зависимости от того, чего это касается. Я в разное время видел. Да, всегда Юрий Бравль, всегда у него такой вот причесанный. Вот, ну, где-то иногда ему, Юрий Бравльевич, рубашка-то мятая надо. Что сейчас? Он не уделял внешнему облику такого вот великого внимания всегда. Он, актерские данные, так сказать, у него были, знаете, вот эта вот жестикуляция. Вот, мне кажется, это нравится людям. Ножиков не был похож ни на замшелого, махрового, совкового начальника, ни на оборотистого жулика-героя 90-х годов. Он был каким-то самим собой, я не побоюсь этого слова, немножко нелепым. Ему всю жизнь, начиная с школьных лет на день рождения, обязательно все дарили расчески, потому что из-за жесткости волос, их непослушности, расчески у него ломались очень-очень быстро. Это, конечно, была шутка, но всегда расчески он получал в качестве подарка. Я никогда от него не слышал маты. Но он же строитель. Никогда. Он даже вот когда кого-то ругал, там, разносил, там, зама какого-то, ну, казалось бы, все, вот сейчас подходит эта черта, и эти великие, столетнее богатство русского языка. Нет. Он мог вот иногда так, типа там, а, бляха-муха, вот какими-то такими вещами ограничиться. У суки там еще. Но вот так мат прям это никогда не было. Его совершенно не Робеспьеровская манера речевого поведения. Сейчас уж дело прошлое, но вообще-то над ним же иронизировали. Я про это, даже иногда смешной образ. Да. Но он не был нелепым вот в том смысле, что над ним никогда не смеялись. Вот так вот с работы и на работу каждый день Юрий Ножиков отправлялся на своей белой Ниве домой. Причем без всякого сопровождения и без охраны. При этом не только домой, но и в том числе ездил в дальние командировки. Сейчас это кажется странным, а раньше эту белую малышку, наверное, знал каждый. Ножиков садился в свою машину, Нива, белая у него была. Он сам садился за руль без сопровождения гаишников и спереди, и сзади, и ехал по гору. Я даже знаю, что он подвозил людей, которые в зимнее время стояли на остановках, ну, мерзли, замерзали, и он это делал. Я думаю, все это было не популизм, это было человеческое отношение. Я с ним несколько раз ездил в Куйтун, причем две поездки были в зимнее время, в декабре, где-то в январе, наверное. Я рядом сижу, значит, тепло одетый, комфортный и так далее. А он сидит за рулем, человек, которому уже за 60 лет вунтах, в шапке, значит, зеркало все замерзшее, ветровое стекло замерзшее, среди ночи. Вот комфорт, вот популизм. Американский актер Ричард Гир как-то сказал, ребята, ешьте вкусную еду, любите, прыгайте в океан, одевайте хорошую одежду, на остальное у вас просто нет времени. Так вот у Ножикова просто не было времени на дорогие костюмы, на яхты. Но сам он, как будто бы здесь, в Иркутской области, ездил на Ниве, ходил с такой прической, но в Лондоне катался на яхтах, пил шампанское, ввел себя роскошно и так далее. Я не помню, когда у него было время, там, столько времени проводить, поскольку он был у нас на глазах вот постоянно, и что-то я не помню, когда он в Лондон ездил. Так все-таки катался в Лондоне, да? Катался. Я вот, конечно, лучше Бориса Александровича расспросите, потому что он однажды меня позвал и поставил мне одну задачу – поговорить с Юрием Абрамовичем. Это уже после. Это уже, когда он был у меня на ГЭКе, председателем ГЭКа, на кафедре, и мы общались перманентно в такой свободной манере, я позвал его. Вот. И сказал, Юрий Абрамович, прекратите. Вот. И он прекратил. Потому что угроза носила реальный характер. Где-то какие-то решения, которые он говорил, принимал, может быть, смотрелись как популистскими, если бы это было только это, но ведь это, наверное, просто было дополнение к той огромной позиции, если к этому добавить, вот к этому делу добавить чуть-чуть вот то, что мы говорим, да, про популизм, про актерское мастерство, а без этого, наверное, и решение вопроса было бы сложнее. Это точно не придумывалось. Он таким был. И это чувствовалось, поскольку у граждан того времени было инстинктивное раздражение классическому типажу советского начальника, он потом вернется, этот типаж. Мы его еще увидим среди губернаторов Иркутской области. Фамилии не называю. Вот. Но он в этом смысле не раздражал, а скорее вот притягивал этой естественностью и негероичностью своего образа. Он не был героем, он был работягой. Сейчас слова Игоря Абрамовича. Губернатор избирается, поэтому ему популизм не должен быть чужд, но популизм должен быть в меру. Но этот человек был у многих руководителей на 2-3 головы выше и с точки зрения образованности, и с точки зрения управленческого опыта, и рисковый он был, каких мало, да? Что он имел в виду? Вот когда Ельцин, помните, сказал, ну, наверное, ты не помнишь всего возраста, Ельцин сказал, инфляции не будет. Если будет, я лягу на рельсы. Инфляция случилась через несколько дней после этого заявления, Ельцин на рельсы не лег. Это был популизм со стороны Ельца? Нет. Ножико говорит, это не популизм, это ложь, это обман целой страны. Что такое популизм в трактовке Ножикова? Это умение, сложные вещи объяснять неподготовленному человеку простым языком. Никогда никому не говорил, Паш, тебе первому скажу. Когда он еще работал губернатором, а я уже не работал у него, мы с ним очень часто ездили на природу в баню. Об этом вообще никто не знает. И не одни. Ему очень нравилось кататься на лыжах, ему очень нравилось париться в бане, ему нравилось упасть в снег и хохотать, что вот он сегодня на природе, он сегодня вырвался. Но это только можно было позволить себе в воскресенье, выходной день. Это мы делали очень конспиративно. Но просто хочу сказать, что он так любил вырываться вот на природу и вот из этого ада, блядь. Как вы думаете, почему многие преемники и на посту губернатора, в том числе Иркутской области, недолюбливают Юрия Абрамовича? Один из них отказался от участия в интервью. Ну, думаю, что завидует ему. Вот обычная человеческая зависть. Завидует. Я знаю, что один человек недоволен, что памятник поставили ему. Я этому человеку сказал, радуйтесь, что вам памятник не ставят. Живите еще долго, 20-30 лет. Ну, вы знаете, наверное, нелюбовь раздалась на неумении достичь тех высот, которых достиг Юрий Абрамович. Зависть? Зависть. Ну, кто из них оставил заметный след? Вот кроме Мезенцева, который провел в порядок немножко Иркутск накануне юбилея, я что-то и не припомню таких радикальных губернаторов. Очень близок был по ментальности Мезенцев к Ножникову. С точки зрения внутреннего богатого мира, вот об этом тоже можно говорить. Допустим, мы с Ножниковым могли какие-то произведения обсуждать, какие-то новинки. Вы думаете, сейчас мало с кем можно это обсудить? Думаете, многие читают? Вот почему он до сих пор не сходит, до сих пор популярен, и все хотят прицепиться к этому вопросу? Ну, вообще, я считаю, что, в принципе, идолы нужны. Наверное, он в этом смысле свою идеологическую функцию выполняет уже и после смерти. И людям уже не так важны реальные какие-то детали о конкретной личности. Потому что ведь эта история, это всегда, так сказать, набор субъективных оценок. Это уникальный человек. Я бы вот не хотел тоже, чтобы из него икону делали. Он и ошибки допускал, и срывы у него были. Но он всегда над этим возвышался. Он никогда не падал. А если и получал какой-то серьезный удар, он об этом говорил. Скажите ли мне, пожалуйста, при том правовом хаосе, который был в начале 90-х, каким бы ты честным не был бы Юрия Абрамовича Ножиком, либо любым другим политиком, а вообще работать, не нарушая закон на таких должностях? Это вообще возможно было? Ну, кстати сказать, Юрий Абрамович проявлял определенную опаску с точки зрения нарушения законов. И мое наблюдение такое. Он не был дерзким губернатором в части, так сказать, пренебрежительного отношения к закону. У него же были там другие люди рядом, так сказать, которые принимали какие-то решения. Можно ли тогда сказать, что царь хороший, бояре плохие? Думаю, да. Команда Юрия Абрамовича, можно ли сказать, что она, несмотря на то, что люди-то хорошие и на благо работали, иногда и очень часто нарушали закон? Ну, я не могу сказать, что часто. Я могу сказать, иногда. Иногда. Я ответ получил. Но, понимаете, нарушение закона, совершенное в общественных интересах, в государственных интересах, это одно. А нарушение закона, совершенное в личных интересах, это совсем другое. Те люди, которые пришли в политику для того, чтобы всего-то себе хапнуть, я их называю люди, которые не умеют расшифровывать АБХСС. Современное толкование таково. Один будешь хапать, скоро сядешь. Одному хапать нельзя. Вот и все. Можно ли сделать вывод, что Ножиков не воровал, а окружение грешило? Серый дом во все времена эпохи святым не был. Где-то больше, где-то меньше приворовывали. Просто. Ну, я не могу сказать Илью Абрамовичу, у меня никаких фактов нет о том, что он чего-то там приворовывал. Ну, насколько я знаю, писали только на одного человека, на Владимира Кузьмича Яковенко. Яковенко. Я не хочу сказать, что все остальные были кристально чистые, но писать на нас было. Тогда было нечего. Денег-то не было. Люди зарплату даже не получали. Главная ошибка многих иркутских губернаторов – это они не обеспечивали балансовым ближним окружением. Многие последующие иркутские губернаторы, за редчайшими исключением, большую часть своих проблем нагребли себе исключительно из-за неправильно подобранного окружения. Наверное, ООН не безупречен, но он ушел в лучший мир все-таки без уголовного преследования. Тогда каждый день Верховный Совет принимал все новые и новые законы. Президент принимал все новые и новые указы. Правительство – все новые и новые постановления. Так вот, Ножиков завел такое обязательное условие работы нашей. Каждую субботу в 10 утра все заместители Ножикова, все начальники управления, председатели комитетов, начальники отделов собирались в его большом зале. И мы с 10 утра до 2 часов дня каждую субботу проводили читку. И невыход на работу в субботу воспринимался как прогул. Поэтому сегодня мы можем об этом рассуждать только гипотетически. Тогда ответьте мне на вопрос, почему он ушел. Я не знаю. Он никому об этом не сказал. Его пригласил Анатолий Борисович Чубайс, тогда глава администрации переговорил с ним. Он вернулся, позвал меня в свой коттедж в зеленом. Сказал, Сережа, пиши мое заявление об уходе. 97-й год. Я принял решение о своей отставке. И прошу вас назначить выборы нового губернатора. Заявление Ножикова было рассмотрено на собрании депутатов. Ему заданы были вопросы. Он подробно ответил. И вот эти подводные течения, связанные с капроматом, с коррупцией, они бы все равно как-то проявились. У нас же принято пинать льва, когда он мертв. Я думаю, что он не рассчитывал, что его не поддержат с заявлением. Вот он написал, а там сказали, уходи, уходи. То есть он все-таки хотел, предполагал остаться? У него были сомнения и сказал, как бы тяжко, я не вижу ситуацию, в которой дальше с ней работать нельзя. Я не привык быть неполезным. Но он бы, если предложили, он бы продолжал работать. Чуть ли не каждый день мы заходили к нему в кабинет, объясняли, говорили, что Юрий Абрамович, сегодня не время уйти. Сегодня вот такая ситуация в области. Увезем домой, проспится, утро мудренее, отдохнет, все эти конфликты с федералами как-нибудь урегулируем. Было, было такое. Я думаю, что все, если в общем сказать, коренится в издержках массовой приватизации. Одним из мотивов его ухода с должности губернатора было то, что Москва стала давить. Отмени надбавки. Они существовали достаточно долго, много лет, а потом стала Москва зажимать, надбавки отменить и так далее. Он считал для себя, что если он это отменит, эти надбавки, это будет проявлением слабости. Это был один из мотивов его ухода. Юрия Абрамовича вспомнили все вот эти дела по Иркутской энергии, что вот этот мы в конституционном суде, мы же Великого Чубайса победили. А разве может Великий Чубайс простить это, да? То есть Великий Чубайс и не простил. Великий Чубайс не простил. Великий Чубайс был тогда руководителем администрации президента. Да. Его вызывали в Москву, мы говорили, вот, Великого Чубайс, пора уже идти на покой. Многое из грехов и прочее, смотрите, иначе в инструмент пойдут уголовные дела. Было еще одно обстоятельство, о котором нам сказал, что там в администрации президента склоняли к тому, чтобы я дал информацию на некоторых людей из нашего круга, и в обмен на это он останется. Из его команды. Да, да, да. Он сказал, что если это сделать, то тень падет и на всю нашу команду, и на меня лично, и я не из тех людей, которые... То есть своих не предал? Да, он выбрал отставку. Но есть хорошая песня. За ошибки мы друзей прощаем, за измену простить не могу. Где-то примерно в 92-м году ему поставили диагноз, сейчас, наверное, можно мне об этом говорить, онкологическое заболевание. Он это, он говорил, ну сколько вот мне осталось прожить? Три года, пять лет. А он еще это говорил с точки зрения, какие-то книжки я же не успею прочитать. Юрий Абрамович и болел. Вы это тоже знаете. И с этим не считаться нельзя, потому что все мы люди смертные. И когда, что называется, жареный петух клюнет, никуда не денется. Все же оглянулся и обнаружил, что все запущено, машина запущена, котель запущен, семейные отношения запущены. И когда-то наступает время заняться самим собой. Я продолжаю настаивать на том, что он вышел из вот этого поезда истории, не пересаживаясь в чужой поезд истории. Он понял, что его время закончилось. И очень правильно сделал, потому что вот этот вот удар под дых, который общество получило во время дефолта 98-го года, на него уже не распространился. Может быть, такой политик нужен сейчас? Но ножиков 2.0 нам нужен? Ножиков 2.0 хорошая тема. Я думаю, что, как сказать, пришли другие времена, звучат другие имена. Нет, такие люди очень нужны. Такие люди очень нужны. Другое дело, что сейчас так выстроена политическая система, правовая система, кадровая система, что главное в деятельности губернаторов – это послушное исполнение того, что приказы предписываются Москвой. Ну, я думаю, что ножикова никто не повторит. Вот он, Юрий Абрамович, как уникальной личностью был, так такой остается. Его жизненный путь пройти и прочее. Но нам, наверное, нужен лидер, руководитель, который бы многие положительные моменты, которые вот сел, культивировал, и чем руководство с Юрием Абрамовичем, они бы не помешали. Он верил в то, что будет создана атмосфера честности, порядочности, правдивости и так далее. Но, к сожалению, не все так, как хотелось бы. Я думаю, те свойства работы, тот характер работы, который мы знаем и жил, по которым жил Юрий Абрамович, я думаю, да, не хватает. А вы думаете, такой политик задержится надолго, если появится? Потому что, мне кажется... Сейчас надолго не задержится, это точно. Повторение его опыта, его личности невозможно в полном объеме. Я думаю, что наше общество богато на личности, и оно, в конце концов, изымет из этой большой массы своих лидеров сегодняшнего дня. Я бы вообще советовал всем номинантам на должность губернатора Иркутской области читать литературу, мемуары, в том числе Юрия Абрамовича. Может быть, какие-то черты Юрия Абрамовича покажутся и привлекательными, и он и дальше будет выполнять такую свою воспитательную роль после своей смерти. Ну, вообще, он для меня примером. Является? Является примером. Это показательно. По его, наверное, работе не только надо писать книги. По его работе, знаете, я думаю, что нужно учиться многим. В том числе и молодым политикам. Это большая школа, из которых нужно всегда извлекать хорошие уроки. А сейчас, на сегодняшний день, чтобы политики также были на гребне волны современного времени, что им надо сделать, чтобы у них появилась приставка «народный»? Конечно, надо бороться с коронавирусом. Поэтому, конечно, это популизм чистой воды. Я думаю, что понятия такие, как «народный политик», а их рождаются революционные времена. То есть время народных прошло? Может быть, еще и новый цикл не наступил. Просто нужно быть в душе вместе с людьми, быть в душе вместе с народом и отдавать себя полностью любимой работе. И в то же время, и в то же время не бояться ответственности за свои поступки. И быть готовым завтра ради людей уйти со своего поста. То есть цепляться за власть – это не инородная история? Политик должен эффектно, эффективно и результативно решить какую-то проблему о существовании, которой он узнал от граждан, а не от начальников. Но тут очень важная какая составляющая. После ваших деклараций должны следовать дела, действия, управленческие решения, штабная работа. То есть, понимаете, нужен механизм управления областью. Тогда это все шансы для того, чтобы идти в рост. А что быть по народным политикам сегодня? И вообще вы к этому статусу стремитесь? Это статус нужно заслужить. Я не могу сказать, что я стремлюсь. Это нужно делами заслужить. Народ должен, жители должны сами увидеть, что то, что там сегодня делается и будет делаться дальше, и все эти положительные двиги, комфортное жилье, проживание и многих других вопросов, создание инфраструктуры, это жители должны оценить. Развитие самой территории. Если территория начинает развиваться, если территория что-то делает, то губернатор, любой губернатор может стать народным. А разговаривать с людьми на языке, ну, умные люди ее именуют конструктивной, позитивной повесткой. Объяснять, какие возможности развития Иркутская область еще не усмудрилась упустить. Как, каким образом мы можем развивать регион для того, чтобы это развитие, его результаты достались не только нам, но там нашим детям и внукам. Ловить настроение надежды, а не отчаяния. Ну, прежде всего, первый урок – это доступность. Значит, чем ближе ты к людям, тем больше ты знаешь их проблемы. Чем они живут, чем они дышат, что их волнует. А если ты где-то наблюдаешь за жизнью из окна своего кабинета, то толку не будет никакого. Так, или как говорили, на Красной площади, вот видите, вот там окошко горит. Три часа ночи. Товарищ Сталин не спит, о народе думает. А оно всегда горело, горело при советской власти. Я поинтересовался, это туалет. Он всегда горит, там свет ночью. Я думаю, сегодня у любого руководителя должна быть хорошая машина, надежная машина. Ну, не его, зачем? Можно на лошади, скажете, ездить, там еще надежней. Это не оценка. Это оценка такая, а на каких машинах твои подчиненные ездят, а? Стиль барской царской охоты надо оставить в прошлом. Яхты, дворцы, все вами перечисленное, это надо оставить в прошлом. Это все неплохо смотрится в те времена, когда общество не задается вопросом о социальной справедливости. Да. В том числе и о справедливости всего этого нажитого. Я вижу красивый костюм, это хорошо, неплохо, классно сидит, но не вижу охраны, не вижу мигалки. Ее нет, ее нет, я же вам тогда говорил, что ее нет, не будет, и мне это не нужно. Должности я раздал в другие подразделения. А можно ли сказать, Владимир Александрович, что он после ухода все-таки ушел недореализованным в политическом плане? Сто процентов. Если бы он хотел, если бы он хотел остаться, он бы нашел возможность еще себе на долгие годы, ну или на какие-то годы все-таки сохранить, но человек не рвался к власти, ему власть-то была не нужна. Я видел его счастливым, когда его тишанин позвал там своим советником и там отгородил какой-то ему кабинет, он с удовольствием туда ходил, сидел, с кем-то общался. То есть было видно, что он не дожил политическую жизнь. Ножиков сам себе находил работу. То есть он где-то был советником, он ходил на какие-то совещания, он с кем-то встречался. Я когда приходил к нему домой, вот на этой горе, там у него коттедж был, боже мой, вот если бы кто-нибудь посмотрел, где живет губернатор, в каком коттедже. Мы-то были против, все замы ему говорили, Юрий Иванович, ну что такое, возьмите по участку, участок себе там, по Байкальскому тракту. Нет, там и все, потому что, потому что я губернатор, хоть и бывший. В его коттедже он всегда с удовольствием показывал свои грядки, что там по садушке он садил, рассказывал, когда будет это делать, когда это показывал мне. Вот подожди, осталась еще неделя, я сейчас вот это буду высаживать. Сейчас рассаду будем сажать, с середины февраля, помидор. Мы много не сажаем, допустим, помидоры, посажу кустов 15, картофель и кустов 40. Говорит, я как истинный китаец должен выращивать помидоры, и вот он хвастался от души, какие у него шикарные помидоры. Его юань им все называли. И огурчики, да, его юань за глаза называли. А он знал, что его так называли, он к этому с юмором относился. Показывал мне с удовольствием свою библиотеку, показывал, рассказывал, какие книги он сегодня читает. С удовольствием подводил меня к стене, где у него висели, значит, вот по тем временам самые лучшие гаджеты, да. Вот это, говорит, у меня для этого, вот это, вот это. Когда у него на этом доме сгорела крыша, замы его сбрасывали с деньгами и, значит, находили деньги на ремонт этой крыши. Не очень-то ему, конечно, было приятно просить об этом своих бывших коллег. Он мне по телефону, так, он и ко мне на работу приходил, и мы еще вот в Рио-Гранде ходили, там, ему нравился чай сибирский Бандерас. Он, когда химиотерапию прошел, он звонит мне, Комарову Геннадию Павловичу, слушай, мужики, давайте, вот как мы раньше встречались, давайте встречаться. Ну, раз в месяц хотя бы пригласил нас в ресторан, угощал нас, там, все, все, мы, и мы договорились так встречаться. По-моему, он шел к этому, он хотел этого, спокойствия, может быть, уединенности какой-то. Я погоду отмечаю каждый день. Допустим, вот я могу сейчас сравнить, что погода в январе этого года была значительно теплее, чем в январе прошлого года. В воскресенье выкопали 14 кустов картофеля. Вот, и счастье, как такого, там, последние, особенно, годы, там, семейного успокоения, еще чего-то, не было этого ничего, никакого тыла не было. Ну, дочери разъехались, он был один. Он был сам по себе железный, но человек вечно железно быть не может. В нем тоже когда-то начинают какие-то слабые стороны проступать. Поэтому, да, он был страшно одинокий человек. Вот у него судьба была такая непростая, незавидная. Детства не было. Я бы так сказал, что он прожил непростую, трудную и не сладкую жизнь. С самого себя он весь отдал работе, да, и вот в этом отношении немножко ущербно, значит, вот эти были отношения в семье. В личной жизни складывалось все не очень просто. И, с одной стороны, он вроде и в конце был и не совсем одинок, а с другой стороны, я считаю, что все-таки это было одиночество. Что касается личных моментов, я думаю, он был глубоко несчастным человеком. Он всегда был один в публичном пространстве. Вот у него три дочери, да, они тоже. Я одну знаю, вот двух нет. Но они как-то тоже последние годы не были близки с ним. Человек одинокий был. Страшно одинокий человек. И уровня такого опыта, интеллекта, ему иногда было и не с кем общаться. Многих уже и не было. Наверное, не только я, а те, кто его знали, признают, что в личной жизни не так случилось, как он того заслуживал. Я бы на этот вопрос сказал, а мы все несчастные. Когда-то вот мы, проходит период, даже в личной жизни. А потом говорят, а ты не нужен. Он не производил никогда впечатления счастливого человека. Я не думаю, что из жизни он уходил, ну вот, счастливым. Ну, в этом смысле это губернатор, который должен нравиться всем, кому нравится философия экзистенциализма, кому нравится такое вот трагическое восприятие жизни. Жан-Тальполь Сартер говорил, что история любой человеческой жизни – это и есть история неудачи. Наверное, что-то подобное мог бы и сказать Ножиков. Но нам, жившим в его время, дай бог, чтобы было больше таких неудачников власти. Из гарьер я шел. Я хотел изменить то, что вело страну в тупик. Я все-таки считал, как главным нужно было добиться, чтобы мы научились говорить правду друг другу. Ну вот, мы постарались показать вам персону Юрия Ножикова со всех сторон и разобрать феномен народного губернатора, который остался в памяти у большинства населения Иркутской области. Но что в нем было больше – талантливого руководителя или политика – решать уже вам. Но одно можно сказать точно – что Юрий Ножиков был нужен и популярен на то время, когда формировалась новая страна и новый регион, интересы которого надо было защищать, иногда даже жестко. Наверняка сейчас нам не хватает такого политика. Но кого мы выберем на эту роль – решать, безусловно, только нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok